В Западном Подмосковье, в районе населенного пункта Кубинка, там вообще имеется много всяких военных частей, там Таманская дивизия базируется, там военный аэродром есть. Почему я знаю, что у меня там дача тоже поблизости под Звенигородом, так что иногда приходится и самолеты слышать, и танки рычат за околицей. Короче говоря, там построило Министерство обороны Российской Федерации некий парк развлечений под названием Патриот. Ну, то есть в Америке есть Диснейленд, во Франции тоже, по-моему, есть, в Дании Леголенд, ну, а у нас тематический парк, называется Патриот, построен Министерством обороны, и там всякие, естественно, оружия выставляются, окопы, землянки, ракетные установки, зенитные установки и все такое прочее. Но этого показалось мало нашим генералам. И они решили, и об этом объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, они решили построить в этом самом тематическом парке Патриот макет Рейхстага, причем не в качестве архитектурного сооружения, а в качестве объекта для атак. То есть этот Рейхстаг должны штурмовать. Там так и было сказано, чем штурмовать бог знает что, надо штурмовать Рейхстаг. И вот, собственно говоря, этот самый Рейхстаг почти что в натуральную величину, хотя они оговорились, что мы не целиком, не целиком этот Рейхстаг мы строим, как бы, ну, только частично самые такие штурмовочные, атакуемые его части. Вот, вот сейчас этот Рейхстаг для штурмов там строится. Ну, в общем-то, вполне естественно то, что уже на следующий день раздались какие-то недоуменные, слегка бескураженные возгласы из Федеративной Республики Германии. Дело в том, что Рейхстаг, но это не Бастилия. То есть если бы построили Бастилию, то, я думаю, особых претензий бы не было. Кстати, Бастилию тоже можно штурмовать. А Рейхстаг – это здание, которое имеется в Германии, в городе Берлине, в самом центре. И в настоящий момент там заседает Бундестаг, то есть германский парламент. Таким образом, наших юных патриотов в парке тематическом «Патриот» периодически будут гнать штурмом на этот самый германский парламент. Что, согласитесь, выглядит как бы не очень красиво. Вот можете себе представить, если бы, скажем, в Америке, да или в той же Германии, построили бы макет Кремля с единственной целью, чтобы его забрасывали гранатами, обстреливали и вышвыривали из окон обороняющихся. Думаю, что у нас это было бы заклемлено тут же, как признак холодной войны, русофобии, милитаристской, реваншистской паранойи и всего такого прочего. Что же тогда пенять на немецких парламентариев? В общем-то, я думаю, что вполне резонно они протестуют против потешного Рейхстага. Это был Артемий Троицкий. Мы послушали разноцветно-полосатые новости, а также комментарии по парочке трешовых событий. Я вам желаю всего наилучшего, ждем с нетерпением, ждем скорейшего прихода весны. Надеюсь, что и новости тогда будут не менее веселыми, но гораздо более достойными.